Люди, окна которых выходят на дорогу, вынуждены сушить вещи с закрытым балконом. По словам жителей Юревца, заасфальтировать участок обещали еще после строительства новых домов. Но не сделали. Однако неделю назад на дороге все-таки появился новый асфальт. Правда, всего 500 метров. Оказалось, что такой неполноценный ремонт провела компания-застройщик. Пыль лечит постоянно. У нас окон нет с этой стороны. А люди-то жалуются, которые здесь живут. Сказали, вот это вот наше, мы это сделали. А остальное это не наше, как всегда. На грунтовой дороге практически нет освещения. Людмила ходит в аптеку за лекарствами для внучки. Несколько раз, рассказывает женщина, она чуть не попала под автомобиль, который ее попросту не заметил. Вот осенью вообще невозможно проехать. Во-первых, боишься, что тебя собьют. Освещения практически никакого. Едешь в темноте. Вот. И проезжаешь, прямо выезжаешь, когда тут вся эта грязь наворачивается, лужи кругом. И бывает, вон, видите, лужа до сих пор не высохла. Осенью вообще будет кошмар. Выезжаешь прямо на середину дороги. Конечно, очень бы хотелось, чтобы дорога была сделана до конца. Для автомобилистов этот участок тоже опасен. Если не знаешь, что после асфальта резко начинается грунтовка, то можно просто вылететь с дороги. Кроме того, из-за постоянной пыли машину приходится мыть несколько раз в неделю. Ездить-то еще ладно. А вот ходить по ней невозможно. Пыль летит. Стараемся тут не ездить, чтобы, по крайней мере, люди нормально могли ходить только в магазин, когда надо. А так стараемся объезжать там по Рябиновой. А там лежачие полицейские везде. Чтобы узнать, кто должен доделать остаток дороги, мы обратились в мэрию. Там пояснили, что частичный ремонт дороги действительно сделала компания-застройщик. По контракту с администрацией города. Остальную часть должны доделать городские власти. Но в мэрии говорят, что уже не в этом году. Очевидно, будет включаться в планы работ на последующие, видимо, годы. Но для этого надо, во-первых, просчитать затраты, во-вторых, отнести их с возможностями городского бюджета. Но в любом случае мы эту проблему знаем и будем подступаться к решению ее. Городские власти не смогли ответить на вопрос, будут ли делать освещение на незаконченном участке дороги. Это станет ясно после планирования бюджета на следующий год. Константин Миронов, Егор Герасимов, Андрей Беляков. Губерния, 33.